привет друзья с вами сэм специально для компании все соки мы находимся в офисе компании все соки и я решил сделать сегодня очень необычный выпуск это будут ответы на ваши скажем так самые популярные вопросы которые вы периодически задаете в инстаграме вконтакте на ю тубе и так далее мы стараемся всегда отвечать на вопросы но если это какие-то адекватные вопросы но не всегда это получается сделать развернуто поэтому сегодня вот такой эксперимент я выписал 7 вопросов какие-то мне кажется очень простенькие какие-то чуть посложнее если вам понравится этот формат то мы будем продолжать и где-то раз в месяц я буду отвечать на самые интересные вопросы постараюсь ролик не затягивать потому что сейчас у нас самое самое рабочее время окей давайте попробуем так вопрос у нас был про не сыроедческие продукты в сыроедческих блюдах то есть что в некоторых рецептах мы используем в некоторых рецептах которые позиционируются как сыроедческие мы используем вроде как не сыроедческие продукты ну смотрите на самом деле вы и правы и не правы дело в том что что однозначно утверждать, что продукт является несыроическим, нельзя. Я очень часто снимал ролики, находясь с ней в России. Сейчас мы находимся в России, город Санкт-Петербург, но очень много роликов было снято в Молдавии и в Египте. И там продукты все-таки немножечко другие. Это я не хвастаюсь, что я там живу, но, чтобы вы понимали, доступ к продуктам в Европе немножечко другой. Когда мы снимали рецепт соуса, как мы заявили его, сыроедческого соуса, мы использовали кешью. И это действительно был сыроедческий кешью. Мне прислал его товарищ из Штатов. То есть на упаковке было написано «Роу». При этом я понимаю, что правда ваша, на самом деле в России проблема достать сыроедческий кешью. Вообще, орехи, естественно, продукты сыроедческие, но именно кешью подвергается термической обработке. И правда ваша. В России 99% кешью – это не сыроедческий продукт. То же самое было со сливками, которые мы использовали. Ой, дрожжи. Прошу прощения, дрожжи, которые мы использовали. То есть то, что использовал я, насколько помню, было вообще куплено в Румынии. И это были как бы сыроедческие вроде как дрожжи. Но если мы говорим про Россию, то тут ситуация немножко похуже. Опять-таки, мы живем в 21 веке, и достать можно все, что угодно. Но процентов 90 действительно будет не сыроедческого продукта. И, в общем-то, спасибо вам, что вы затронули эту тему. Нам нужно более тщательно подходить к названию роликов и более тщательно проставлять теги. Чем мы, собственно, и займемся. Все это, естественно, веган-продукты. То есть блюда, которые мы готовим, в основном это веган-блюда. Но, наверное, нам нужно как-то осторожно подходить и указывать, что можно сделать блюдо, допустим, сыроедческим, если у вас есть доступ ко всем сыроедческим ингредиентам. Если у вас этого доступа нет, то, соответственно, блюдо будет просто веган. Вот и все. По поводу алкоголя на канале. Зачем мы портим свой имидж? Ну, действительно, наш канал все-таки позиционируется как канал здорового питания, здорового образа жизни. Так зачем же мы пропускаем алкоголь? Ну, на самом деле, это скорее эксперимент. Естественно, мы не призываем никого употреблять алкогольные напитки. Мы сами ведем достаточно такой трезвый образ жизни, скажем так, большая часть наших сотрудников. Видео, которое вызвало такие эмоции, было прислано нашей подписчицей. Хотя на самом деле где-то месяц 3-4 назад мы опубликовали видео моего коллеги Дэна. По-моему, на 707-й саня он отжимал сок, и, кажется, из остатков этого сока он приготовил то ли маргариту, то ли пинаколаду. Я точно не помню. Я вообще небольшой спец в алкогольных коктейлях. Он приготовил, в общем-то, проблем никаких не было. Нужно понимать, что, несмотря на то, что мы позиционируем себя как канал здорового образа жизни, что технику нашу, по идее, должны использовать сыроеды, веганы и так далее, все-таки это очень-очень крутая техника, и используют ее все. В том числе люди, которые, может быть, не так жестко придерживаются здорового образа жизни. И я не скажу, что это плохо, я не скажу, что это хорошо, но почему нет? Мы провели эксперименты. У нас есть еще одно видео, где, по-моему, на Дайнабленде, Трайбез Дайнабленд, наш клиент готовит маргариту. Ну, возможно, мы обработаем его и, собственно, тоже разместим на канале. То есть, какой-то прям глобальной проблемы в этом я не вижу. Мы ни в коем случае не собираемся засорять весь эфир алкогольными коктейлями. Есть огромное количество различных групп ВКонтакте, есть каналов на Ютубе, где люди пропагандируют культуру питья, бухла и так далее. Мы, естественно, этим заниматься никогда не будем. Но у нас есть действительно классная техника, и люди используют ее в том числе для приготовления каких-то коктейлей. Ну, пожалуйста. Если это красиво подано, если это кому-то вкусно, ну, скажем так, мы не будем особо возражать. Но, естественно, это не будет постоянной практикой. То есть, может быть, там 4-5 коктейлей из 500 рецептов, которые есть на нашем канале, вы увидите. Но, наверное, это не такая большая проблема. И я хотел бы, чтобы все-таки вы не так агрессивно накидывались на подобные ролики. Все-таки основная тематика у нас никогда не изменится. Ну, друзья, смотрите, здесь, на самом деле, да просто два подхода. То есть, либо все идет в максимально усеченном виде, либо все идет в максимально таком раскрытом, доскональном и так далее. Что касается Джона Коллера, да у нас, собственно, тоже есть такие обзоры. На каждый обзор есть свой клиент. Очень многие люди любят, когда им все разжевывают. Именно поэтому мы снимаем, там, часовые обзоры. То есть, смотрите, ну, вот приведу пример, допустим, из спорта. Вот когда мне, там, спросят, как сделать себе, там, накачать себе красивую грудь. Ну, вот красивую мужскую форму. Я могу сказать, что делаешь вертикальный жим, и все, иди отсюда. За одну секунду делаешь жим на горизонтальной скамье с углом 20 градусов. Все, объяснил. А могу в течение часа рассказывать про анатомию, про физиологию, на то, почему, допустим, вам не нужно делать жим просто на горизонтальной скамье, почему вам нужно обязательно приподнимать скамью, потому что лучше распределяется нагрузка и так далее. То есть, чему вы больше поверите? Когда я вам скажу, что делай жим, там, 20 градусов, и все, иди отсюда. Или когда я вам час расписываю, распинаюсь, объясняю все. Вот чему вы больше поверите? Вот то же самое с этими обзорами. Конечно, мы могли бы, там, сказать вам, что вот эта вертикальная скамьемалка, она вот для этого, для этого, для этого. Все, идите отсюда, ребята. А можем в течение, там, часа или сорока минут не просто объяснять, а еще показывать, доказывать, сравнивать. Если вас, там, это напрягает, ну, окей, значит, это просто не ваш формат. Мне, например, нравится, когда, там, я так сказать, экскурсовод, когда ведущий говорит именно долго, обстоятельно, когда он доказывает что-то, когда приводит какие-то научные факты, может быть, приводит какие-то примеры из личной жизни, то есть свой собственный опыт. Мне кажется, это здорово, это показывает, что он неравнодушен к вам, что он в вас заинтересован, что он действительно, там, понимает эту тему. То есть он не просто где-то в Википедии что-то прочитал и, там, сказал, все, идите, ребята. Он действительно, как бы, болеет этой темой. И Джон Коллер как раз один из немногих ведущих, которые, да вообще один из немногих людей, которые действительно болеют своим, вот, своей работой, скажем так. Он очень грамотный дядь, он мне очень-очень нравится. Там, один из немногих, не знаю, мне кажется, шикарных ведущих, да, у него очень большие видео, и, там, час – это не предел, у него и двухчасовые видео есть. Ну, собственно, и у нас тоже, там, тот же Виктор Чиликин, он тоже снимал, там, видео по два часа. Но, опять-таки, ребята, это уважение к вам. Если вам не нравится такой длинный формат, ну, окей, у нас есть огромное количество, там, коротких или ультракоротких роликов, где мы просто объясняем рецептуру. То есть, возможно, вам так круче, динамичнее. И, кстати, в этом случае обязательно подписывайтесь на наш канал в Инстаграме. Дело в том, что в Инстаграме мы, ну, если вы знаете, Инстаграм, он режет видео, то есть, мы можем публиковать видео не больше одной минуты. Соответственно, чаще всего мы просто из большого видео вырезаем самое интересное, ну, как нам кажется, самое интересное, и засовываем это все в одну минуту. И вы можете посмотреть это в Инстаграме. То есть, если вас напрягает смотреть, например, там, 20-минутный обзор соковыжималки САНА 808, вы не понимаете, ну, что вообще можно про нее говорить 20 минут, хорошо, ребят, идите в Инстаграм, в наш Инстаграм, и за одну минуту вы увидите все там максимально подробно, максимально компактно. Возможно, вам это подойдет. Да, тоже задают этот вопрос. Ну, если ответить так, общий, то неделю, грубо говоря. Все зависит на самом ли еще от того, что вы будете проращивать, и самое главное, в каких условиях. Потому что одно дело, вы где-то сейчас находитесь, не знаю, где-нибудь в Якутии в феврале, другое дело, вы в Сочи, не знаю, там, в июне. То есть, многое зависит от, например, освещения, от влажности. Понятно, что на какой-то освещенной территории ростки вырастут гораздо быстрее. Ну, в среднем мы говорим неделю, но опять-таки плюс-минус несколько дней. Если много солнца, если у вашего проращивателя есть доступ к прямым солнечным лучам, то процесс, естественно, пойдет гораздо быстрее, гораздо веселее. Ну, и опять-таки вопрос, до какого состояния вы хотите прорастить ваши продукты. То есть, если там 10 сантиметров, да, это где-то неделя, там, ну, 6-8 дней. Дольше проращивать уже нет смысла, потому что побеги желтеют. Никакой пользы в этом, в общем-то, нет. Хлорофилл, скажем так, уходит. Если вы хотите сделать там проращивание, ну, просто прорастить, грубо говоря, там, зернышки, например, там, зеленую гречку, чтобы засунуть это все в блендер, сделать себе какую-то кашку, коктейль, то, да, в общем-то, процесс начинается там в течение нескольких часов. То есть, уже через там пару дней вы пророщенные какие-то зернышки можете употреблять в пищу. Так что, если большой размер, то это где-то дней 7, ну, а так все зависит от ваших условий. Ну, друзья, не совсем корректный вопрос. Чаще всего, да, он сегодня тоже встречается. Вот какая цена на продукт? Ну, опять-таки, вы могли задать этот вопрос в феврале, мы ответили. Человек смотрит это видео в марте, и цена уже будет совершенно другой. Цена все-таки складывается из многих факторов, в зависимости от поставки, в зависимости, там, от курса доллара, от какой-то экономической ситуации. Лучше всего цену всегда узнавать на сайте. На сайте или у наших консультантов. Позвоните нам в офис, вам все подробно объяснят. По поводу цены доставки. Мы, на самом деле, одна из немногих компаний, которые, ну, мы действительно думаем о своих клиентах, наверное, на 90%, если не больше, товаров у нас бесплатная доставка. Бесплатная доставка по всей России. Исключением являются какие-то эксклюзивные вещи, когда, не знаю, человек звонит, там, ребята, мне срочно, у меня шнек сломался, у меня завтра день рождения, я сижу в Владивостоке, мне нужно привезить мне завтра шнек. Вот привезите мне завтра шнек. Ну, понятно, что мы, скорее всего, не привезем, хотя, ну, черт его знает, на самом деле. Но вот за такой эксклюзив, возможно, да, мы возьмем какие-то деньги за доставку дополнительные, там, это какая-то будет безумно ускоренная доставка. Или, например, там, до 5 тысяч, допустим, какая-то покупка у человека, ну, не знаю, там, заказал он себе парафлекс или сток, ну, да, видимо, будет доставка платная. Но в целом мы одна из немногих компаний, которая полностью доставку делает бесплатной. Более того, недавно мы вообще поставили рекорд доставки. Мы, по-моему, в 6 часов вечера, насколько я помню, наши логисты приняли заказ, и уже в 12 часов дня мы находимся в Питере. То есть в 6 вечера мы приняли заказ в Питере, уже в 12 дня заказ был в Великом Новгороде. То есть таким точно никто не может похвастаться. Мы реально в этом плане достаточно крутые ребята, и мы всегда работаем над нашим качеством. Вот. Так что доставка, с точки зрения доставки, у нас практически всегда бесплатно. Ну, а цена на какой-то конкретный аппарат, надо смотреть на сайте, надо звонить нашим консультантам, консультантам. И, опять-таки, бывает же еще такая штука, как индивидуальные скидки. Тоже уточняйте у наших операторов, потому что, ну, скажем так, под каждого клиента мы достаточно лояльны. На самом деле, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вот какую, допустим, соковыжималку выбрать, вам нужно просто смотреть наши видео. Для этого мы их и снимаем. Вам нужно смотреть обзор, где мы досконально разбираем каждый аппарат. И, собственно, вы на основании этого видео и принимаете решение, подходит он вам или нет. Я сейчас попробую буквально за несколько минут объяснить разницу и рассказать вам, как нужно выбирать себе соковыжималку. Но, еще раз говорю, лучше все-таки смотреть наши большие обзоры и, конечно же, вы можете созвониться с нашими менеджерами, позвонить нам в офис, и вам все подробно объяснят, исходя из ваших предпочтений. Но, если все-таки абстрагироваться от правильных действий, давайте я попробую прям за пару минут вам все объяснить. Итак, по поводу соковыжималок. Ну, как вы знаете, мы не берем сейчас совсем дурные машины, какие-то там центрифужные машины или какие-то соковыжималки, которые там 3-4 тысячи рублей стоят в магазинах электроники. Соковыжималки можно разделить на три категории. Это вертикальные одношнековые соковыжималки, горизонтальные одношнековые соковыжималки и горизонтальные двушнековые соковыжималки. Но есть еще выжималки прессового типа, но они очень узконаправленные, то есть либо для цитрусовых, либо для гранатов. Основные это горизонтальные и вертикальные. Считается, что в зависимости от типа конструкции, какая-то соковыжималка чуть лучше или чуть хуже справляется с каким-то типом продукта. На самом деле, мне кажется, поскольку я тестировал практически все машины и тестировал в чудовищном объеме, разница не такая уж и значительная. То есть, ну зачастую это не больше 10%. Нужно это понимать. Очень многое зависит от исходного продукта. Ну смотрите, давайте пройдемся по каждому типу. Горизонтальные одношнековые соковыжималки. Считается, что они лучше всего работают с корнеплодами и с зеленью. Опять-таки, если вы спросите, а что, я не могу отжать зелень на вертикальной соковыжималке, да почему? Вы прекрасно отожмете любую траву на, например, там, на Slow Star. Это вертикальная одношнековая соковыжималка. Просто КПД, эффективность, будет не такая высокая, как, допустим, у одношнековой горизонтальной соковыжималки. Вот, собственно, и все. Опять-таки, второй пример. Вы хотите отжимать, там, по большей части какие-то ягоды, делать все ягодные соки, например. Соответственно, вам порекомендуют машину вертикального типа. Например, Сана 808 или Омега 843 или Slow Star в компании Tribest. Вы спросите, а что, я, получается, владея Сана 707 горизонтально не смогу отжимать ягоды? Сможете. Вы прекрасно сможете отжимать ягоды на любой машине. Просто КПД будет не таким эффективным, не таким большим, как, допустим, у вертикальной. Вот, собственно, и все. То есть, вы должны исходить из того, что вам нужно отжимать по большей части. Вот, выберите себе несколько продуктов, которые вы будете отжимать постоянно. Если вы хотите отжимать в основном морковку, хотите отжимать, там, делать себе зеленые хлорофиловые соки, то, конечно же, ваш выбор – это горизонтальная, одношнековая соковыжималка. Это может быть Сана 606, Сана 707, это может быть компания Трайбест, Соло Стар 4, Соло Стар 3 и так далее. То есть, эти соковыжималки заточены именно на отжим этих продуктов. Они справляются с этим лучше всего. Ну, сейчас еще оговорюсь, еще будет дополнение. Вот. Если же вы хотите отжимать по большей части какие-то, ну, скажем так, более мягкие продукты, может быть, ягоды, какие-то помидорки, то, скорее всего, вам подойдет вертикальная соковыжималка. То есть, шнек у такой соковыжималки расположен вертикально. Но, опять-таки, вы сможете отжимать на вертикальных соковыжималках и корнеплоды, и траву, и так далее. То есть, то, что лучше отжимать на горизонтальных соковыжималках. Я проводил тесты. Я уже сказал, что на самом деле разница не такая существенная. Но бывает, что люди, скажем так, ну, по-хорошему заморочены. И им важно, чтобы вот... Вот мне важно получать максимум. Вот я хочу... Вот если я буду отжимать ягоды, я хочу получить максимум сока. Окей, значит, ваш выбор — это вертикальные машины. Есть еще один тип машин. Это горизонтальные двушнековые соковыжималки. Ну, это прежде всего «Ангел», «Энджел», это «Гринстар Элит», и это «Омега Твин». То есть, у этих машин горизонтальное расположение шнеков, причем шнеков не один, как в одноштековых машинах «Солостар 4» или «Сана 707», а это два шнека. Ну, чаще всего это два металлических шнека. Это, наверное, самые крутые машины, но, опять-таки, друзья мои, у всего в нашем мире есть плюсы и минусы. То есть, за какие-то плюсы мы всегда платим минусами. Всегда. Действительно, КПД у этих машин будет самым высоким. То есть, если вам нужен максимальный КПД, вы хотите максимально эффективную машину, то вам однозначно нужно брать двушнековую горизонтальную соковыжималку. Но какие проблемы? Ну, не то, что проблемы. Вы столкнетесь с тем, что с этой машиной чуть сложнее работать, сложнее проталкивать продукты, сложнее мыть эту машину. Для очень многих важно, ну, как быстро можно там помыть машину. Так вот, несмотря на то, что горизонтальные машины – это самые дорогие, это самые эффективные машины, есть определенные проблемы. И вот вам при выборе соковыжималки нужно просто взвесить все за и против начаши весов. Еще раз говорю, у всего есть плюсы и минусы. Выбирайте ту машину, где количество плюсов будет превалировать. Вот и все. На самом деле это несложно. У нас есть огромное количество обзоров по каждым машинам, у нас есть сравнительные обзоры, у нас есть наши консультанты в нашем офисе. Вы можете задать им свои вопросы, и тогда вы сможете определиться, какая все-таки машина вас устроит. В зависимости от того, что вы хотите отжимать по большей части, вам нужно выбирать машину. Если говорить о помойке машины, то самые простые машины, конечно же, да, друзья мои, это странно, но действительно очень многие люди выбирают все соковыжималки по времени мытья этой машины. То есть им важно помыть ее буквально за пару минут. Самые простые машины, это, конечно же, горизонтальные одношнековые. У меня был рекорд, я свою Сану-707 помыл, по-моему, за 45 секунд полностью. То есть я настолько, ну, что называется, приловчился к ней, что я закрытыми глазами могу ее разобрать, собрать, как в томат Калашникова. И реально помыл за 45 секунд. Ну, естественно, я мыл на скорость, но в среднем, в среднем мытье машины занимает около полутора минут, ну, полторы-две минуты, скажем так. Проще всего мыть горизонтальные машины. Затем, наверное, идут вертикальные соковыжималки. Slow Star идет с Ана 808. И сложнее всего, наверное, хотя, опять-таки, это все относительно, мыть уже двухшнековые машины. То есть это Green Star Elite, это Omega Twin, это Angel. Ну, вот, собственно, все, наверное, что можно было рассказать. А, по поводу дегидратора для... Да. Дегидратор. Как выбрать дегидратор? Потому что дегидраторы же различаются у нас по принципу сушки. Есть вертикальная, есть горизонтальная. Недавно один мой товарищ просто сказал мне, что я в одном ролике, ну, сказал, что вертикальный дегидратор не подходит для того, чтобы приготовить крекеры. Вот это не совсем так. Либо меня неправильно поняли, либо я неправильно выразился. На самом деле, как в случае с соковыжималками. На любом дегидраторе можно отлично просушить овощи и фрукты, на любом дегидраторе можно сделать какие-то печеньки, сыроедческий хлеб и так далее. Опять-таки, вопрос об эффективности. То есть нужно понимать, что если мы говорим именно про приготовление крекеров, приготовление какого-то сыроедческого хлеба, пастилы, то, естественно, лучше использовать дегидратор с горизонтальной сушкой. То есть, где сушка распределяется, скажем так, более равномерно. Ну, то есть, это большая часть моделей эскалибуров, эскалибуров, это дегидраторы Трайбес и так далее. Но при этом все вы знаете шикарную машину Liquid Decoup. Это дегидратор, который это дегидратор вертикального типа. Но на нем также прекрасно можно сделать пастилу, можно сделать крекеры. Просто это займет чуть больше времени, ну и, возможно, вам придется переставлять поддоны. Вот и все. То есть, на любой машине можно приготовить практически любой продукт. Но, конечно же, какие-то дегидраторы более заточены под приготовление пастилы и крекеров, это дегидраторы горизонтального типа. Какие-то дегидраторы спокойно высушат фрукты и овощи. Но это дегидраторы вертикального типа. То есть, проблем никаких не будет. То есть, опять-таки, вам нужно выбирать дегидратор, исходя из своих предпочтений. Если вы собираетесь готовить именно в основном сыроедческие какие-то крекеры, сыроедческие печеньки, сыроедческую пастилу, то, конечно же, вам лучше обратить внимание именно на дегидраторы с горизонтальным обдувом. Если же в основном вы используете дегидратор на даче, вы там сушите яблочки, груши, не знаю, морковку, брокколи, то вы совершенно спокойно можете приобрести дегидратор вертикального типа, например, такой, как Ликвип Декуб. И все у вас будет, в общем-то, хорошо. Клапан – это отличный бонус к вертикальным соковыжималкам. То есть, например, Slowstar – это Omega 808, Sun 808 – это Omega VSJ 843, Panasonic, например. Клапан – штука классная. Клапан позволяет смешивать соки в процессе отжима. Это реально очень крутой бонус. То есть, смотрите, если мы говорим про горизонтальные соковыжималки, неважно, одношнековые, двушнековые, то такой плюшки там нет. То есть, вы можете разные ингредиенты, естественно, смешивать, но финальное смешение продуктов происходит уже непосредственно в емкости, в какой-то там, в кружке, в стакане, не знаю, куда вы это все наливаете. Здесь же, если мы говорим про машины вертикального типа смешивания, происходит непосредственно в отжимной корзине. И это здорово, смешивание получается равномерным. То есть, не просто у вас покапал апельсин, потом у вас покапал, не знаю, морковь, потом яблочко. Нет, у вас постоянно происходит процесс смешивания. Это круто. Ну, тот же вот Джон Коллер, мой коллега, он как раз не любит смешивать соки, я уж не знаю почему, но мне, например, нравится. То есть, если я там делаю какой-то цитрусовый микс, то мне нравится это делать именно в соковыжималке вертикального типа, не в горизонтальной. Хотя, например, моя любимая машина все-таки это Сано 707. Я ее очень много тестировал, она мне ни разу не подвела. Но, опять-таки, я понимаю, что делать какие-то там миксы овощные или фруктовые, цитрусовые лучше все-таки именно в соковыжималке вертикального типа. Ну, и еще один момент, это приготовление растительного молочка, орехового молочка. Это лучше всего делать именно в соковыжималках вертикального типа, у которых как раз есть этот клапан. Теоретически, вы можете сделать это на любой машине. Горизонтальная соковыжималка с одним шнеком, с двумя шнеками, с пятью шнеками по барабану. Вы можете это сделать, но это будет получаться не так круто. Потому что, ну, процесс какой? Вы берете, например, вымоченные орехи, одна часть ореха, две-три части воды. Соответственно, наливайте в отжимную корзину. Если это соковыжималка горизонтального типа, неважно, одношнековая, двушнековая, то это все проваливается, просачивается, и там уже в корзине внутри как-то там смешивается. Я делал такое молочко на своей 707-ой, в принципе, получается неплохо, но гораздо лучше это получается в машинах вертикального типа, у которых есть закрывающийся клапан. Почему? Потому что вы наливаете все продукты в отжимную корзину, орешки, с водой, и у вас происходит процесс смешивания. Вам, в общем-то, даже цедить после этого ничего не нужно. То есть, клапан – это реально очень крутая вещь, ей нужно пользоваться. Если вы счастливый обладатель соковыжималки вертикального типа, то обязательно делайте смешанные соки, обязательно делайте растительное молочко, которое очень-очень полезно, ну, в разы полезнее коровьего уж точно. Все, друзья, наверное, на сегодня это все. Вроде самые интересные вопросы остались, ой, самые интересные вопросы разобрали. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте, обращайтесь к нашим консультантам в наш офис. Если понравится этот, если понравится такой формат, то там ставьте лайки, и где-то там через 2-3 недели я запишу еще какую-то порцию вопросов. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok